В большой волейбол Илья Черемисин пришел в 6 лет. Родители отдали его в спортшколу Олимпийского резерва. С своими физическими данными и характером Илья обоснованно строил планы на профессиональную карьеру, пока не получил травму колена. Но проблемы с мениском не сломали парня. Да, есть знакомые примеры, которые заканчивали спортом и не знали, куда себя найти. Но мне так счастливо, что меня позвали работать в школу, учитель физкультуры. И на сегодняшний день я очень рад и доволен, что я работаю в нашей гимназии номер 14. 10 лет назад Илья стал учителем физкультуры и почти сразу сформулировал для себя главную задачу педагога. Саморазвитие каждого ребенка в нашей гимназии. Помогать в каждом направлении, чтобы они добивались поставленных своих целей. Целеустремленность и в хорошем смысле амбициозность заставили Илью сменить форму. Два года назад он примерил на себя только появившуюся тогда в стране должность советник директора по воспитательной работе. Вот только сегодня ко мне подходили дети седьмого класса. Они участвуют также в движении первых, а называется направление «Большая перемена и экология». Они попросили помочь меня как советник записать видео-визитку. И соответственно завтра мы будем при поддержке медиа-центра нашей гимназии записывать видео-визитку для семи классников. За это время медиа-центр 14 гимназии вошел в десятку лучших по Московской области. Воспитанница его школы выиграла в конкурсе Одинцовского округа и поехала в Артек. Да что там говорить, первым в истории председателя движения первых, нового общественного объединения детей и молодежи, стал ученик 14 гимназии. Разумеется, без помощи и поддержки советника тут не обошлось. Во-первых, поддержка гимназии, поддержка моего медиа-центра, поддержка всех детей, родителей, ну и в том числе администрации города, управления образованием, да и, можно сказать, всех жителей. Сейчас в активную общественную деятельность вовлечено более двух сотен учеников гимназии. И действительно многого можно достичь, когда тебя поддерживает такой большой человек. А между тем Илья Черемесин поставил перед собой новую грандиозную задачу. Выиграть во всероссийском конкурсе советников. Доказать, что он лучше не только в округе, а вообще в стране. Уверен, у него есть все шансы показать такой результат. Я хочу идти до конца. Если за что-то я берусь, я буду биться, идти прямо вот, помать все преграды, стены, но я буду до конца биться. Если мне откажут, я опять буду заново участвовать, буду дальше и дальше. Потому что не то, что я прям хочу победить, да, я хочу, чтобы все видели мою работу, что я не просто советник какой-то там непонятной должности, да, что я помогаю детям, я помогаю родителям, я помогаю школе. Илье 30 лет. Семью, пока не создал, строит карьеру. Весь отдается своей работе. Тимур Гайсин, Илья Павлов, телекомпания Одинцова. Тимур Гайсин, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.